Привет! Как дела? Это опять я, Наташа, и на этот раз я расскажу тебе о двух глаголах любить и нравиться. Слово любить на английский язык переводится как to love, а слово нравится переводится как to like. Давай-ка мы их проспрягаем в настоящем времени. Я люблю. Ты любишь. Ты любишь. Он, она, оно любит. Он, она, оно любит. Мы любим. Вы любите. Вы любите. Они любят. Итак, пришло время привести несколько примеров. Я тебя люблю. Ты любишь готовить обед. Ты любишь готовить обед. Она любит своего котёнка. Она любит своего котёнка. Мы любим ездить на машине. Мы любим ездить на машине. Вы любите гулять по парку. Вы любите гулять по парку. Они любят ходить по магазинам. Они любят ходить по магазинам. Ну а сейчас я проспрягаю глагол нравится. Я нравлюсь. Ты нравишься. Он, она, оно нравится. Он, она, оно нравится. Мы нравимся. Они нравятся. Я знаю, что я ему нравлюсь. Я знаю, что я ему нравлюсь. Ты мне очень нравишься. Ты мне очень нравишься. Он ей нравится, как мужчина. Он ей нравится, как мужчина. Она мне нравится как подруга. Мы нравимся друг другу. Мы нравимся друг другу. Вы ему нравитесь. Они нам нравятся. Они нам нравятся. Если ты хочешь сказать I like, you like, he likes, she likes, то по-русски это звучит так. Мне нравится. Тебе нравится. Ему нравится. Ей нравится. Нам нравится. Нам нравится. Вам нравится. Им нравится. Почти во всех случаях мне нравится ты можешь заменить на я люблю. В английском языке есть разница между I like и I love. I like значит, что мне просто что-то нравится, а I love значит, что мне что-то очень, ну очень нравится, что я чем-то увлечена. В русском языке такой разницы между мне нравится и я люблю нету. Ты можешь сказать я люблю танцевать или мне нравится танцевать. Смысл, значение у этих двух предложений совсем одинаковое. Но есть одно исключение. Если мы говорим о живых существах, то есть разница между мне нравится и я люблю. Допустим, если мы говорим о человеке. Если я скажу я люблю его, это будет значить, что я испытываю теплое чувство к нему, я испытываю любовь. А если я скажу он мне нравится, то это всего-навсего будет значить, что он показался мне интересным, что в нем есть что-то, что мне нравится, но я пока еще не испытываю никаких чувств к нему. Мне нравится очень подходит, когда ты знакомишься с кем-то на баре, на дискотеке, на вечеринке или в каком-то другом месте, где можно познакомиться. После короткого разговора ты можешь сказать ты мне нравишься или уважительно вы мне нравитесь. Таким образом ты дашь понять, что ты хочешь познакомиться поближе. Примеры. Мне нравится смотреть фильмы по вечерам. Мне нравится смотреть фильмы по вечерам. Я люблю рок-музыку. Я люблю рок-музыку. Я люблю рок-музыку. Она любит тратить деньги. Она любит тратить деньги. Он любит спортивные машины. Он любит спортивные машины. Ей нравится, когда он ей открывает дверь. Ей нравится, когда он ей открывает дверь. Мы любим долго спать. Мы любим долго спать. Вы любите, когда вам говорят комплименты. Нам всем нравится быть счастливыми. Нам всем нравится быть счастливыми. Мне совсем не нравится война. Ему не нравится дождь. Ему не нравится дождь. Что ты любишь делать? Что ты любишь делать? Я люблю читать книги. Я люблю читать книги. Что вам нравится делать? Что вам нравится делать? Нам нравится бегать по утрам. Женщинам нравится, когда им дарят цветы. Женщинам нравится, когда им дарят цветы. Какие цветы тебе нравятся больше всего? Какие цветы тебе нравятся больше всего? Какие цветы тебе нравятся больше всего? Мне нравятся красные розы. Мне нравятся красные розы. Мы все любим мороженое. Мы все любим мороженое. Я люблю пить кофе рано утром. Максим любит свою девушку. Максим любит свою девушку. Юлия любит свою маму. Юлия любит свою маму. Девочка очень любит своих собачек. Девочка очень любит своих собачек. Родители любят своих детей. Родители любят своих детей. Маленькой девочке нравятся все вещи розового цвета. Мужчины любят смотреть футбол и пить пиво. Мужчины любят смотреть пиво. Андрею не нравится вставать рано утром на работу. Андрею не нравится вставать рано утром на работу. Дети не любят ходить в школу. Детям нравится играть в прятки или догонялки. Детям нравится играть в прятки или догонялки. Мне нравится русский язык. Мне нравится русский язык. Ну вот и всё на сегодня. Надеюсь, что видео было полезным и примеры тебе очень понравились. Если у тебя есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, оставь их внизу в комментариях. Я постараюсь как можно быстрее на них ответить. А также, если ты хочешь перевести какие-то предложения на русский язык, но не знаешь, как правильно это сделать, тоже напиши их внизу в комментариях и, может быть, следующее видео я сделаю именно о твоём предложении. Я советую просмотреть это видео несколько раз. Таким образом, ты очень хорошо запомнишь все примеры и привыкнешь слышать русскую речь. А это очень важно. Если тебе понравилось это видео и ты хочешь больше таких видео, то ставь лайк и подписывайся на мой канал. Пока-пока!